МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бокс в Лобинском районе активно развивается. Оснащенные всем необходимым спортивные залы, опытные тренеры. В районе есть все для занятия этим мужественным волевым видом спорта. Так что достаточно иметь капельку таланта, трудолюбия и, главное, большое желание заниматься. И для лобинских мальчишек и девчонок могут открыться самые высокие спортивные перспективы. Старший тренер по боксу в городе и районе Хачитуржи Амгарьян гордится уже достигнутыми успехами своих подопечных. У меня кандидатом мастера спорта где-то около 18 человек. Есть мастера спорта четверо. Есть мастера спорта международного класса. Вот у нас Петр Хомуков. Сейчас недавно, буквально три недели назад, приехал с Кубы, и был турнир там крупнейший. У нас участвовало 20 стран. Разигрывалось 10 золотых медалей. То есть 8 медалей взяли кубинцы. Куба считается очень сильнейший боксер. Один взял с Венесиэлы, а один с России взял Петр Хомуков, взял золотую медалу. Фактически мы принимаем участие на всех соревнованиях. Это начинается с первенства Краснодарского края, первенства Южного. Победители выходят на первенство Южного федерального округа, потом на первенство России и потом уже на Европу, на мир. То есть вот в этом году у нас вот так очень слаживался очень хорошо. У нас мальчик Владик менял, значит. Выиграли мы первенство Краснодарского края, потом первенство Южного федерального округа. На первенство России в Воронеже стали мы вторым. Провели пять боев подряд. Это очень тяжело, вот пять боев делать, вот любительских боев, потому что, во-первых, каждый противник по-разному подготовлен, пока их надо расшифровать, пока это детокач просто делается годами. Мальчик занимается, это же не день, не два, не год, не два. Здесь очень большой труд уложено. Одной из тренировок в спорткомплексе «Алим» посетил исполняющий обязанности главы города Алексей Матыченко. Его жизнь, кстати, тоже связана с этим непростым видом спорта. В 1975 году у нас в селе, где я проживал, в то время учился, появился хороший человек, тренер, из армии пришел и организовал школу бокса. Я был как бы в первых рядах открытия этой школы бокса. Эта школа в дальнейшем была очень значена, для Краснодарского края. Это была школа Олимпийского резерва в селе Биноково. У нас ребята участвовали, я в том числе, в соревнованиях в городе Москве, Киеве. Неоднократные победители, призеры краевых соревнований. Есть и титулованные, есть сегодня и заслуженные мастер спорта. В общем, за этой командой я слежу и до сих пор. И здесь, сегодня работая в Лобинске, естественно, что меня интересует то, чем я занимался в юности. Пришел на тренировку посмотреть на ребят. Хорошие, перспективные ребята. И они достойно защищают. Сегодня мы общаемся с Качатур Капетовичем, будем говорить, постоянно. И ранее общались, потому что были знакомы. Ну вот так. Я имею удостоверение тренера по боксу, даже немного работал когда-то. Ну, в последнее время, конечно, мне 50 лет. Занятия боксом теперь только глазами больше. Иногда чего-то хочется вспомнить. И очень хочется, чтобы молодые мальчишки, сегодня, пользуясь моментом, использовали этот шанс. Это дорога в жизнь. Это здоровый образ жизни. Это представление нашей Родины. Это здорово. Алексей Матыченко пообщался с юным поколением боксеров, пожелал им успеха в жизни и спорте. Сегодня пришел с вами познакомиться, посмотреть. Красиво работаете, молодцы. Есть желание. У вас тренер очень замечательный, Качатур Капетович. Сегодня вам дает то, что в других городах, даже и в мыслях нет у ребят, и в деревнях. У вас сегодня есть возможность попасть в сборную края, попасть на первенство России. И сегодня, вот мне Чатур Капетович говорит, что его воспитанники сегодня отбоксировали на Кубе с победой, где из 10 разыгранных медалей 8 взяли кубинцы, и 2 только наши. Один из них лабинчанин, воспитанник Чатур Капетовича. Поэтому мне бы хотелось у вас узнать, есть ли у вас стремление попасть на Кубу, в Европу, в сборную России. И Рикард, есть серьезные? По вашим тренировкам я вижу, что здесь есть ребята, которые туда попадут. А самое-то главное, это вы здоровые, нормальные представители нашей страны и нашей Кубани. Вот сегодня Хачатур Капетович с гордостью говорит о том, что наши лабинцы, вот слышали, сколько он перечислил? И давайте его благодарим за это. Я вам желаю больших спортивных успехов. И чтобы вы возили вашему учителю любимому титулы и поздравления с Кубы, со всех точек мира. Но не забывали, что вы все приехали из Лабинска. Вы тоже. Спасибо вам, тренируйтесь. Успехов вам. Спасибо. Тренировки боксеров часто проходят в группах. Начинаются они традиционно с разминки. И потом, по указанию наставника, проводится отработка техники нанесения ударов различных боевых комбинаций. Отрабатываются умения как с соперником в спарринге, так и с помощью специальных спортивных снарядов – мешков или груш. Боксеры должны быть очень хорошо подготовлены физически. Поэтому неотъемлемая часть тренировок – упражнения со скакалкой, на турнике, брусьях и так далее. Тогда можно рассчитывать на хороший результат. Здесь степень риска, конечно, в боксе очень великая. Степень риска великая. Здесь надо плюс к этому риску очень хорошую голову, думающую голову, что там доли сот и секунды все решает. То есть надо так построить сбой, надо таким внимательным без, так раскрывать, надо вместо расшифровать противника своего. В течение этой одной минуты, пока боксеры сидят, отдыхают, тренер, который секундирует, вот в течение одной минуты он находит ошибки там противника. И вот там очень мало времени. Вот в течение этой одной минуты надо подсказывать, как это делать, в какой момент надо делать, когда ждать, когда ударить, когда отходить, когда играться, когда действительно надо пойти в обанку, если уже другого выхода нет. Бокс воспринимается прежде всего как вид спорта мужской. Но с каждым годом все больше девушек записывается в спортивные секции. Маргарита Михеева занимается около двух лет и от тренировок получает только положительные эмоции. Нравится, как бы, я считаю, каждый человек должен быть сильным. А это прежде всего спорт, это преодоление себя, борьба с собой. Ничто не ближе, как бокс. Я даже не знаю, просто нравится в душе. Я прихожу в зал и получаю удовольствие. Поступаю на турнирах, на краевых. Ну вот ездила недавно на всероссийские соревнования. Ну, правда, не получилось выиграть. Ну, ничего, большой опыт получила. В арсенале лобинских боксеров есть уже много медалей разного достоинства. Не хватает лишь одной, но самой главной. На первенстве Европы выступали, на первенстве мира выступали. Сейчас второй выступает на первенстве матча Европы. Единственная у нас сейчас Олимпиада впереди, то есть только Олимпиада. Татьяна Чистова, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». На сегодня это все. Вы смотрели очередной выпуск уже недельного спортивного обозрения «Тайм-аут», которое представляет Управление физической культуры и спорта Лобинской районной администрации, администрация Лобинского городского поселения. С вами был ведущий Юрий Лябовов. Всего вам доброго. До свидания. И не забывайте заниматься спортом. Редактор субтитров А.Семкин